К нам приехал ревизор. Знаменитая цитата, знаменитой комедии Николая Гоголя. На этой неделе эта фраза звучит как пророчество. В Гоголь-центр, театр Кирилла Серебренникова, в Москве нагрянули с обыском. На защиту театра тут же встали знаменитые российские актеры и режиссеры. Они призвали власть быть объективными в расследовании. Говорят, Серебренников стал неудобным для российской власти. Впрочем, сами власти не согласны. Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал, Серебренников всегда был обласкан властью, а уголовное дело не связано ни с театром, ни с его постановками. До самого Серебренникова нам дозвониться не удалось. На этой неделе его телефон отключен. Но два года назад режиссер был здесь, в этой студии. Говорили в том числе о России и свободе слова в культуре. Россия сложнейшая страна, в которой есть и величие, и ужас, и то, что описано в фильмах Левиафан, Юрий Вдень, или там других, которые критически, так сказать, показали, и какие-то другие, я не знаю, все что угодно есть. Там страна, которая занимает одну шестую часть суши, она не может быть описана тремя стереотипами. Сложнейшая структура, сложнейшая система, которую невозможно даже в рамках нашего сегодняшнего разговора описать. Относиться к ней надо с уважением, бережно, желательно с интересом. Понимать, что там происходят неприятные процессы, да, понимать. Понимать, что с этими процессами надо каким-то образом взаимодействовать, а лучше разговаривать, да. Политика, вещи отдельные, искусство, вещи отдельные. Они не соприкасаются. Не соприкасаются. Они соприкасаются в том смысле, что искусство может захотеть предметом рассмотрения выбрать политику. А политика может выбрать искусство в качестве инструмента? Конечно. В России сейчас политика выбрала искусство способом пиара, способом увеличения собственного рейтинга за счет издевательства над искусством, над людьми искусства, так скажем. Это Рига. Январь 2015 года. В студию русского вещания Кирилл Серебренников пришел за несколько недель до латвийской премьеры спектакля «Снырайниса» в Латвийском национальном театре. А это май 2017 года. Москва. Гоголь-центр. К Кириллу Серебренникову пришли с обысками. По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год неустановленные руководители фирмы «Седьмая студия», которую тогда возглавлял Серебренников, похитили порядка 200 миллионов рублей. Их якобы выделили на популяризацию искусства. Обыски без разрешения суда прошли по 17 адресам, в том числе и в театре «Гоголь-центр». Самого режиссера увезли на допрос. Позже отпустили. Статус известного в России за ее пределами режиссера в уголовном деле не уточняется. Пока Серебренникова допрашивали, у «Гоголь-центра» стали собираться люди, в том числе люди искусства. Обращение в защиту Серебренникова зачитала актриса Чулпан Хаматова. Евгений Миронов передал это обращение президенту Владимиру Путину. Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра «Гоголь-центр», потрясены сегодняшними событиями. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушат творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова. Мы восхищены решением наших коллег из «Гоголь-центра», которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакля. Нас очень много. Евгения Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Гармаш Сергей, Алла Демидова и многие-многие другие. А это снова Рига, директор национального театра Оэрс Рубанис. Именно с этим театром в Риге связывают Кирилла Серебренникова. Здесь он ставит спектакли уже не первый год. Оэрс Рубанис уверен, последние события вокруг «Гоголь-центра» в Москве связаны с политикой. Когда художник говорит о темах, которые неприемлемы власти, а сейчас в России неприемлемы, очень много тем, когда власти говорят, что на сцене нельзя употреблять слова нецензионные, когда нельзя ходить голым, когда власти сейчас делают все в России то, то, что, в общем-то, от кого они ушли в течение 20 лет. Они превращают искусство, что оно должно быть очень порядочным. А в искусстве порядочность, в искусстве прогнозируемость это самое плохое, что есть. А Кирилл не из тех людей, которые могут порядочно говорить о этих вещах. Он говорит о болезненных проблемах. И, вы знаете, если говорить уже о каких-то денежных делах, то я хочу упомянуть, что художественный руководитель театра никогда не подписывает ни одну бумагу. Он не занимается деньгами, с этим занимаются директора. Рижанам на Серебренникова везет. Его спектакли в Национальном театре выходят с завидной регулярностью. В 2010-м это были «Мертвые души» Гоголя, получившие театральную премию «Спеллманюнакц». В 2012-м спектакль «Войцек» по пьесе немецкого драматурга Георга Бюхнера. А в 2015-м постановка «Сны Райниса», приуроченная к 150-летию латышского поэта. Сейчас в Национальном театре играют «Ближний город» Серебренникова. Его премьера состоялась в марте этого года.